Антарктида 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 На первой экспедиции Роберта Скотта, оставшиеся трое участников, замерзли в 20 километрах от склада с горючими продуктами. Казалось бы, что такое 20 километров для обычного человека? Это можно подойти, доползти, когда-то карабкаться. Они не смогли даже выйти из палатки. Такой сильный был снег, что у них не было сил на это. То есть вот как это лежать в палатке и знать, что ты умрешь, и уже ничего нельзя сделать, а спасение было так близко. Несколько лет назад Наталья Петросян и Полина Лобанова получили предложение Академической гимназии СПБГУ подготовить курс для школьников 9-11 классов, посвященный Южной Полярной области Антарктики. Его подготовка заняла немало времени ученых, но они вспоминают об этом периоде с большим удовлетворением и даже ностальгией. Мой любимый ученый, он жил в II веке нашей эры, Клавдий Птолемей, он жил в Александрии, это была римская колония тогда. Я сказала так, я знаю, что я смертен, но создана ненадолго, но когда я изучаю спирали движения звезд, я не касаюсь ногами земли. И вот я ему всегда завидовала, мне хотелось испытать что-то подобное в своей жизни. И я могу сказать, что когда я готовила курс, в прошлом году мы готовили курс, посвященный Арктике, Антарктике, он вышел онлайн. Я испытала что-то подобное, потому что совершенно отрешалась от повседневности, и вот все, что сейчас меня окружало, оно не существовало. Лекцию «Антарктида. Загадочный ледяной материк» можно прослушать на YouTube-канале «Лектория имени Шакальского российского географического общества». А тем, кто всерьез интересуется южным и северным полюсами нашей планеты, советуем пройти курс «География Антарктики» специалистов СПБГУ Полины Лобановой и Натальи Петросян на платформе «Открытое образование». Полина Тружкова, Вячеслав Макаров, Медиа-центр СПБГУ.